Представитель Европейской комиссии по вопросам внешней политики Петер Стана, комментируя события в Курской области России, заявил, что Украина имеет право на самооборону и может нанести удар по российской территории. Об этом сообщает «Европейская правда». По мнению экспертов, когда Азербайджан восстанавливал свою территориальную целостность и суверенитет, освобождал от армянской оккупации свои исконные земли, западные страны накинулись на официальный Баку, угрожая Азербайджану санкциями, что стало ярким примером предвзятой политики и двойных стандартов стран Запада. Обвинения, выдвинутые представителям ЕС, в частности, Жозепа Борреля-Тойва Клаара, того же Петера Стана, которые не предприняли никаких шагов, чтобы побудить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, представляли угрозу территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, утверждают эксперты. В западные страны говорят о том, что Украина пользуется оговоренным в уставе ООО, правом на самооборону, потому что уже три года, как российские войска наносят ракетные бомбовые удары по территории Украины, где-то 20% Украины оккупировали. Это правильная правовая реакция. Но удивляет то, что такую, скажем, принципиальность западные страны избегали проявлять, когда армянские вооруженные силы оккупировали 20% территории Азербайджана, и никаких санкций в отношении Армении не применялись. Более того, такие санкции применялись в отношении Азербайджана, которые Соединенные Штаты Америки и Конгресс обвинили в том, что мы блокируем как будто бы Армению. Тем временем, по словам представителя Еврокомиссии по вопросу внешней политики Петра Стана, международное право предусматривает, что Украина имеет законное право на самооборону, в частности, путем нанесения удара по России на своей территории. Цитата. «ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на самооборону и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности». Эксперты задаются вопросом, если Петер Стана признает это право, почему он не комментирует противоречивые заявления своего коллеги Жозепа Борреля об Азербайджане? Известно, что Боррель продолжает выступать с клеветническими заявлениями в адрес официального Баку. Этими заявлениями Европейский Союз в очередной раз доказывает, что не занимает нейтральную позицию в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. «И во время войны, когда наносились удары из Армении ракетами по территории Азербайджана, по Гяндзе, по Бардзе, по Мингячауру, по Бардзе, по Евлаху, ну многое мы просто сбивали. Но нас всячески предупреждали, что по территории Армении ни в коем случае нельзя наносить ответный удар. Ну это двойные стандарты. Нас уже практически и не удивляют эти двойные стандарты. Просто в тех случаях, когда лицемерие зашкаливает западных и российских покровителей армянства, нам приходится тыкать их в нос их двойственным, нелогичным отношением и оценкам в контексте армяно-азербайджанских отношений». Вызывает сожаление, что представители европейской структуры, которая на протяжении почти 30 лет ни разу не обмолвилась о факте оккупации Армении и азербайджанских земель, занимают предвзятую позицию в отношении Азербайджана. Но при этом так громко заявляют о законном праве Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности. Если признавалось право на самооборону, почему это не распространялось на Азербайджан? Выступление представителей международных организаций, утверждающих о своих стремлениях внести вклад в мирный процесс в качестве посредника, заявлениями в угрожающем тоне в адрес одной из сторон несовместимо с сутью принципа посредничества. Переду Немалиева, СБС